МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы снова с вами встречаемся в нашем цикле программ «Взрослым о детях». И сегодня мы поговорим о воспитании девочек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Принято считать, что девочек воспитывать легче, чем мальчиков. Дескать, мальчики озорные, а девочки гораздо спокойнее. Да и матерям их понять проще все-таки женская психология. Но при ближайшем рассмотрении, как это часто бывает, оказывается, что подобные взгляды не соответствуют действительности. Когда задумываешься о воспитании всерьез, то выясняется, что еще неизвестно, кому легче – родителям мальчиков или родителям девочек. Ведь 20-й век открыл перед женщинами невиданные возможности, но при этом возложил на них и бремя огромной ответственности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщины получили равные права с мужчинами и смогли учиться, работать, заниматься политикой, самостоятельно решать свою судьбу. И все, казалось бы, шло отлично. Да только семья вдруг затрещала по швам. Времени у женщин стало хватать на что угодно, только не на детей и мужа. Изменение образа жизни и психология вело к разводам, а разводы коверкали детские судьбы. Дети, вырастая, копировали родителей, и таким образом одно поколение за другим втягивалось в порочный круг. Сейчас порядка 60% семей распадаются. Мне уже не раз приходилось сталкиваться с фактом передачи психологии матери-одиночки в третьем-четвертом поколении. Прабабушка развелась и воспитывала дочь одна. Та, в свою очередь, тоже не смогла ужиться с мужем и передала этот горький опыт своей дочери. Дочь опять-таки не извлекла из случившегося должных уроков. И в результате осталась одна с малышкой на руках. Ведь отрицательные стереотипы поведения с противоположным полом настолько уже укоренены в этой семье, что их преодолеть чрезвычайно трудно. Это как бремя наследственности. В каждом поколении оно становится все тяжелее и тяжелее. Интересно, что во всем мире большинство разводов совершается по инициативе женщин. Почему? Вам не кажется это странным? Ведь женщины на протяжении тысячелетий традиционно выступали в диаметрально противоположной роли, в роли хранительниц семейного очага. Значит, произошли какие-то драматичные изменения в женской психологии и характере, и здание семьи стало рушиться, погребая под руинами всех и мужчин, и детей, и, конечно же, самих женщин. Вот и получается, что воспитать девочку в наше время задача не из простых. На что ее нацеливать? На семью или на карьеру? Что поощрять? А какие черты стараться приглушить? Одно дело – с детства внушать ребенку, что главное – это активность и независимость. И совсем другое – воспитывать мягкость, уступчивость, сострадательность. То есть качества, которые облегчают семейную жизнь, но несовместимы с расхожими представлениями о лидерстве. Выбор, конечно, за родителями. Но мне кажется, выбор должен быть осознанным. А для этого нужно отчетливо представлять себе последствия своего выбора, в том числе и достаточно отдаленные. Ну, я бы так сказала. Главное – семейное счастье, остальное приложится. Очень многие взрослые, которые на собственном опыте убедились, каково приходится детям, у которых мама горит на работе, считают, что девочек надо ориентировать прежде всего на создание крепкой семьи. А остальное приложится. Но так не бывает, чтобы человек направлял свои усилия на одно, а другое получалось само собой. У женщин, у которых не сложилась личная судьба, часто искажается характер. Факт – факт. Кто с этим поспорит? Многие озлобляются, становятся обидчивыми, раздражительными, амбициозными и мстительно мелочными. Это, естественно, не лучшим образом сказывается на их отношениях с сослуживцами, а значит, и на карьере. Ведь конфликтный человек наживает в себе врагов, коллеги норовят от него избавиться. А если, допустим, у женщины постоянно скандалы в семье, если дети отбились от рук, сколько бы мать не гнала от себя тягостные тревожные мысли, они никуда не денутся и все равно будут мешать ей сосредоточиться на работе. Да, подчас мы окунаемся в работу с головой. Стремимся забыться. Но тогда работа становится своеобразным наркотиком, а любая наркомания добра не доводит. Как часто в наши дни женщины мечтают о карьере в глубине души, досадуя на то, что им приходится тратить время на воспитание родившегося ребенка. Но случись с ним что-нибудь, и оказывается, ничто не мило. Лишь бы ребенок был жив и здоров. Вот рассказ, который когда-то я услышала. «Все Валя на детство я разъезжала по командировкам», рассказала одна женщина. «Мне так нравилась профессия геолога. Я мечтала стать доктором наук. Мне прочь ли блестящее будущее. А мой сын Валя оставался с моими родителями. Он скучал, плакал, просил мамы, не уезжай. Потом подрос, вроде привык. А потом в 13 лет вдруг стал каким-то чужим, замкнулся, начал конфликтовать с ребятами, с учителями. Я забеспокоилась, старалась побольше бывать дома. Потом даже с работы ушла, чтобы заняться ребенком. Но было поздно. Теперь его нет. Он покончил с собой. Я понимаю, что мне не нужна ни диссертация, ни заведование отделом, ни поездки за границу. Сколько матерей может узнать себя в этой печальной исповеди незнакомая женщина, которая однажды после моего выступления в каком-то клубе или библиотеке подошла ко мне и рассказала это? Конечно, не все истории кончаются так трагично. Но общий смысл остается неизменным. Строя карьеру в ущерб воспитанию детей, женщина в итоге проигрывает на обоих поприщах. Ну, давайте поговорим еще немного о минусах так называемой бесполой педагогики. Изменение традиционных ролей и моделей поведения всегда чревато отрицательными последствиями. Хотя порой это бывает очевидно не сразу. В последние годы не только у нас, но и в других странах все чаще раздаются голоса в защиту раздельного обучения мальчиков и девочек. В одном английском графстве не так давно поставили эксперимент и оказалось, что успеваемость в школах с раздельным обучением выше, чем там, где мальчики и девочки учатся вместе. Странно? Мне кажется, ничуть. Дело в том, что физиологически и психологически мальчики на несколько лет отстают от девочек. Поэтому, когда они учатся вместе, у мальчиков развивается комплекс неуспешности. Ну, сами посудите. В начальной и средней школе они и ростом ниже девочек, и физически часто слабее, и неаккуратней. В тетрадках у них грязь, почерк хуже, оценки, соответственно, тоже. Все это, как вы понимаете, не стимулирует у большинства мальчишек желание учиться. Когда же мальчиков не ставят в заведомо проигрышное положение, они чувствуют себя спокойно и показывают гораздо лучшие результаты. Ну, а с другой стороны, девочки обычно раньше мальчиков начинают интересоваться вопросами пола. И при раздельном обучении они не отвлекаются на уроках, не строят глазки, не перебрасываются записочками. Мне как-то довелось побывать в московском детском саду, где тоже предпринята попытка отдельно воспитывать мальчиков и девочек. Ну, делается это так, занятия и прогулки у них совместные, а вот остальная детсадовская жизнь, еда, сон, игры, все это проходит порознь. Побыла я там и подумала, это ж надо, сколько в последние годы пришлось услышать об ошибочности бесполой педагогики, так прозвали педагогику, которая не учитывает половые различия, и о необходимости так называемого полового воспитания детей. А вот оно здесь у нас под боком, нормальное, без всяких непристойностей, без рассекречивания тех тем, которые традиционно считаются у нас детскими, без циничного подглядывания в замочную скважину. С детьми в этом детском саду не муссирует тему, откуда я взялся, а просто каждый день преподносит им образцы эталонного мужского и женского поведения. Мальчиков учат быть мужественными, выносливыми, галантными по отношению к девочкам. А о девочках стоит поговорить подробнее, ведь наша передача сейчас о них. Когда попадаешь на их половину, вспоминается роман Золя «Дамское счастье». Чего там только нет. Гостиная с миниатюрной мягкой мебелью и искусно нарисованным камином, мини-кафе с зонтиками и вазочками для мороженого, оно сделано из белоснежной ваты, праздничный стол с множеством блюд, которые вылеплены из теста и раскрашены красками, куклы с колясками и кучей нарядов. Короче, настоящее женское царство, в котором каждая девочка маленькая принцесса. Они и держатся соответственно. Такая непринужденно прямая осанка бывает разве что у балерин, а пластика поражает женственностью и изяществом. Хотя, как рассказала директор садика, впервые придя в садик, очень многие девочки ухватками напоминали мальчишек, особенно те, у кого есть старшие братья. Да и у других малышек манеры не отличались изяществом. В саду немало детей из неблагополучных семей, где грубость и агрессивность это норма жизни. Но здесь девочки быстро меняются, причем без особого нажима со стороны взрослых. Просто в этой уютной, какой-то очень благородной обстановке вести себя по-хамски противоестественно. А дети чутко улавливают фальшь. Приходя на девичью половину в гости, мальчишки явно обалдевают от обилия финтифлюшек и с облегчением возвращаются на свою половину к привычному мужскому антуражу саблям, пожарным каскам, солдатикам. Но при этом, что интересно, у них не возникает соблазна разрушить этот девчоночий рай. Хотя вообще-то мальчишек хлебом не корми, дай поломать девчонкам игру, чтобы продемонстрировать свое превосходство над плаксами и ябедами. Это их способ пометить территорию, показать, кто главнее. И пока детсад был обычным, сорванцы, естественно, не упускали возможности напакостить девчонкам. Теперь же, когда делить им нечего, они не только не обижают девочек, но и с удовольствием пропускают их вперед, уступают лучшие места. Ну, а теперь поговорим о воспитании женственности. Вот, по-моему, основная проблема воспитания нынешних девочек это воспитание женственности. Вроде бы чепуха. Казалось бы, ну зачем воспитывать то, что заложено самой природой? Однако произошла парадоксальная вещь. В борьбе за равноправие женщины одержали победу, но в результате перешли играть на чужое поле, а свои позиции сдали, утратили женскую мягкость, чистоту и наивную милоту, которая так трогает сильных мужчин. Современный стиль напористый, агрессивный, дерзкий. Девушки-подростки стараются не отстать от парней, матеряться, занимаются каратэ и ушу, курят, пьют, меняют партнеров, все чаще вступают в банды. Женственность многим кажется непрестижной, воспринимается как проявление слабости. Я уж не говорю про книги. Собственно, и 20 лет, и 30 лет назад у нас было маловато специфически девичьей литературы. Вот результаты и бесполой педагогики. Ну что читали девочки? Это Динку Асеевой зачитывали до дыр. Некоторые повести Льва Кассиля, новелла Александра Грина. Сейчас книг для девочек и того меньше. Старые далеко не все переизданы, а новые это в основном детективы и приключения для мальчишек и про мальчишек. Мы справедливо ругаем латиноамериканские телесериалы, которые появились в перестройку, но не предлагаем девочкам качественные образцы романтизма. Тоже можно сказать и о популярных сейчас среди девочек подростков бульварных книжонках, срочно переведенных с английского или наспех состряпанных отечественными авторами. Мало того, что они портят литературный вкус, который и без того не развит у современных детей, так еще и это главная опасность, поглощая подобную литературную стряпню, девочки напитываются совершенно ненужными в их возрасте знаниями, учатся искусству совращения, усваивают взгляды и установки, которые, как правило, не доводят до добра. Пользуясь тем, что девочки-подростки, как и сто лет назад, мечтают о любви, авторы совершают ловкую подмену, вместо любви платонической, возвышенной, нацеливают юных читательниц совсем на другое, и обольщенные девочки-подростки начинают подражать любимым героиням, не задумываясь о том, что попадают в ловушку, ведь игра на чужом поле занятие опасное, отказываясь от естественных женских качеств, от скромности, мягкости, заботливости, умения терпеть и сострадать. Девушки, сами того не подозревая, отрекаются от своей природы и переходят в другую категорию, но не в категорию мужчин. Это все равно невозможно. Сколько бы антилопа не малевала себе полос на спине, она от этого в тигра не превратится, а вот по смешищам в зверином царстве стать может, так и с продвинутыми девочками-подростками. Поначалу им кажется, что они обрели свободу и независимость, что весь мир лежит у их ног, все готовы за ними ухаживать, все от них без ума. Но очень быстро выясняется, что парни смотрят на них как на вещь, объект потребления. А вещь, особенно в обществе проникнутом потребительской психологии, ценится только пока она новая. Попользовался и бросил. Ну зачем беречь, когда за копейки, а то и даром можно взять другую. Поэтому родителям, которые всерьез задумываются о будущем дочерей, я бы посоветовала уделить повышенное внимание именно романтическому воспитанию девочек. Романтизм удивительным образом закаляет душу. Тем более, что он соответствует самой женской природе. Не ограничивайтесь литературой, естественно, ее классическими, качественными образцами. Рассказывайте девочкам про ваших родственниц и знакомых, которых вы считаете достойным образцом для подражания. Вспоминайте нашу и зарубежную историю. В ней ведь немало примеров женской доброты, чистоты, самоотверженности, милосердия. Почаще ставьте девочку в ситуацию, когда ей нужно о ком-то позаботиться. И, конечно, отмечайте это как большое достоинство. Признание заслуг огромный стимул для ребенка. Но многие родители, к сожалению, до сих пор им пренебрегают. Сейчас некоторые мамы, наслушавшись советов о том, как важно с раннего возраста приучать девочек краситься и ухаживать за кожей, дескать, в этом и заключается воспитание женственности, накупают 10-12-летним девчонкам так называемой детской губной помады или детских теней для век. Почему это настойчиво пропагандируют фирмы-производители косметики, понятно. Для них чем больше покупателей, тем лучше. А вот почему родители покупаются на эти дешевые уловки, понять нелегко. Ведь восприятие девочек, употребление косметики очень важный шаг на пути во взрослую жизнь. И поощряя такие шаги, мамы невольно подталкивают дочек ко всему остальному, что сопряжено с современными подростковыми понятиями о взрослости. Это в 5 лет девочка попросит покрасить себе ноготки, как у мамы, и пойдет играть дочке-матери. А в 12 накрашенные девочки идут совсем другие места и играют другие, уже не столь невинные игры. Ну, вы спросите, ну, а почему одни девочки маленькие принцессы, а другие маленькие разбойницы? Неужели дело только лишь воспитание? Ну, конечно, нет. Очень многое зависит от характерологических особенностей ребенка, от его темперамента. Маленькими разбойницами часто бывают гиперактивные дети или демонстративные девочки, которым нравится привлекать к себе внимание, пусть оно и будет отрицательным. Ну, а бывает и просто авантюрный склад характера. Кроме того, очень многое зависит от примеров, которые подаются ребенку. Девочки, которые растут в семьях, где есть старшие братья, часто, хотя и не всегда, подражают мальчишкам. В каждом конкретном случае надо понять причину разбойничьих выхода к дочери и подумать, как настроить ее на что-то положительное. Ну, согласитесь, между бандиткой и заядлой походницей две большие разницы, как говорят в Одессе. Ну, вообще-то любопытно, что в том детском садике, о котором я сегодня уже рассказывала, ну, в том, где к мальчикам свой подход, а к девочкам свой, даже отпетые маленькие разбойницы постепенно становятся ласковей и послушней. Мягкая побеждает твердая, гласит старинная китайская пословица. И эта древняя мудрость сегодня кажется мне как нельзя более современной. Ну, а теперь следующий раздел нашей программы Блиц-педагогика. Вот такой вопрос очень актуальный сейчас. У моего десятилетнего сына я стала подозревать компьютерную зависимость. Мне нужно вести его к детскому психологу или нет? Знаю, что сами виноваты, что упустили сына, но что теперь делать? Ну, я думаю, прежде чем вести к психологу, что уж такого особенного сделает психолог, надо постараться справиться самим. Для этого важно отлучить его от компьютера, но втянуть в какое-то другое занятие. Не бояться, если он поначалу будет скандалить и упираться. Если он уже привык зависеть от компьютера, конечно, это не пройдет гладко. Но вот опыт показывает, что через какое-то время ребенок успокаивается, втягивается в какие-то интересные занятия. надо только, чтобы они были интересны для него. И все как-то налаживается. Вот такой вопрос. Я мать-одиночка. У меня дочь шести лет. Иногда посещают мысли об усыновлении девочки. Раз жизнь не сложилась, то, может быть, надо принести радость кому-то еще, кому хуже. Что вы посоветуете? Ну, тут зависит еще от возраста. Может быть, еще не все потеряно, может быть, можно выйти замуж, и будут еще дети. Ну, с другой стороны, конечно, если как бы особых надежд на это нет, то, я думаю, имеет смысл удочерить какую-нибудь девочку еще. Ну, такой вопрос. Моя 14-летняя дочь стала носить разные фенечки. Вот такие плетеные, я так понимаю, какие-то. Меня это почему-то слишком раздражает. Запретить ей я не могу, боюсь ее отвержения. Может быть, я зацикливаюсь по пустякам. Ну, может, действительно, если это только какие-то такие браслетики, пусть носят, в конце концов, что уж такого. Но, с другой стороны, мне кажется, что сама вот такая идея, что вот как же это я могу запретить, я боюсь отвержения ребенка, вот эта идея неправильная. Мало ли, что дальше ребенок захочет. И что ж, всегда бояться запрещать приходится в каких-то случаях. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Прощаемся. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова